так вот вползает в кадр комета неолайз 11 июля 2020 год харькова 252 по киеву ну сегодня получше вчера конечно все равно хвоста не видно до комета сегодня хоть эту комету на экране различить могу вчера это было просто какое-то белесое пятно там смотришь может на большом экране и хвост сейчас да намного лучше конечно в окуляр видно кометку что по сравнению со вчерашним днем ночью со вчерашней мои знания об этой комете значительно более обширными стали теперь я знаю что это никакая не прореха в небе прореха в облаках через которую свет от неизвестного источника просачивается комета неолайз 2020 но там еще груда не вполне понятных цифр на расстоянии 100 миллионов по метров она летит если сопоставимо с расстоянием до марса который я сейчас продемонстрирую чуть попозже в марсичинской крис к луне приближается луна к марсу кому как угодно так чудненько это в режиме в авторежиме снимаю ночного ландшафта на фотоаппарате никонку пикс пи тысячи 125 кратное увеличение на этом мои знания об этом фотоаппарате заканчивается это огнепоселково но тоже очевидно вон рассвет в окуляре хорошо видно не знаю как это будет ориентируясь и стрелять не лучше по маркуляру конечно зум преградился пошло цифровое увеличение то есть тут кроме 125 кратного оптического есть еще четырех кратное цифровое увеличение которое конечно уже детали новых не добавляет на приближаемом объекте но позволяет рассмотреть получите которую зафиксировала оптическое увеличение вчера снимал пока у фотоаппарата аккумулятор впервые не сел с марта когда его приобрел первый раз был когда я во время съемок посадил аккумулятор идеально чистое небо идеальная погода полный штиль лучше чем эта съемка уже пожалуй не будет попытался я снять наручных настройках но поскольку фототехники я дилетант абсолютный не хватило низкой светочувствительности чтобы снять почетче этот объект его попросту не видно вот я зуммирую назад вижу даже на экранчике он рассвет он фонари и теперь перевожу правее хорошо по фонарям ориентироваться на венеру пытаюсь сейчас навестись чтобы было понятно где мы вот горизонтальные огни это огни поселково за окружной харькова я нахожусь а над ними над горизонтом встает серп венеры да и конечно жарче только к моменту парада планет сегодня кстати 11 число то бишь получается уже седьмую ночь подряд снимаю парад планет 4 начал как только юпитер нет не питер луна я сначала что только луну сниму с 4 июля по сей день каждый раз я выезжаю либо за город либо когда был один раз дождь просто сбоку мы там поснимал пару планет из участников парада ну серии не перед не прервал будем так говорить дожди обещают со вторника рабочая неделя закончилась и и теперь у меня времени будет куда больше так а что это пропиховано так что не будет это венера и альдебаран это венера и альдебаран я понимаю что в мои попытки прицелиться попасть раздраживает кого то как минимум меня альтернатив пока не вижу да венера сегодня сближается с альдебараном понятно что на небосводе марс сегодня сближается с луной у нас будут две парочки у нас будут три парочки в этом видео еще будет юпитер с сатурном юпитер со спутниками ганимеда со спутниками галилея с галилеевыми спутниками один из которых ганимед сегодня там хорошая конфигурация должна быть так вот на венера так сейчас резкостью буду баловаться начинайте материться ах волчий так все не трогаю венера поднимается над горизонтом 64 миллиона километров до нее ее можно будет поснимать отдельно с низкой светочувствительности она будет не так сиять будет чуть-чуть виден и серп она не затмевается какой-то планетой венера говорю в очередной раз это просто фаза венера вот видно только с этой стороны освещена солнцем венера а темную сторону моноблевы кто-то принимает это за затмение но это не оно венера спутников не имеет что ее может засмевать вопрос мягко говоря странной хотя может поэтически венера самое яркое объектное в небосводе что ее может затмевать ну помимо солнца и луны которую мы учитывать не будем как выпадающая из категории планет так ну и вот у нас красота все что на уровне горизонта это фонари все таки мы тут рядом с миллионником городом так что жилые господи поселки поселки кругом ну что начнем с марса наверно раз пошли с лево направо до марса сто миллионов километров раз сто четырнадцать по вчерашним данным не знаю насколько они актуальны на сегодня но изменились они наверняка не сильно на миллионы километров но не на десятки все дошел слушайте даже комаров нет да что такое этот келуаровый костюм одеваю чтобы они меня не кусали а они исчезли надо же да марс даже не красный ты представляешь хорошо зафиксировали то есть у нас уже есть два участника парада планет плюс комета неу вайс название конечно интригующее вайс насколько я помню по-английски это ум ум разум вайсмен допустим да умный человек умный мужчина а на вайс новый разум кто-то знает что это к нам в гости ухты какая-то звездочка рядом с луна я в окуляре вижу слева в верхнем углу на экране наверное не отображается к сожалению окуляр видно ага я сейчас на него наведусь о видно ее видно на экране увидел надо будет посмотреть что это было там даже две ты посмотри вот пожалуйста кстати задающим вопросы почему не видно звезд во-первых потому что это ультра зум обе хлопчики девчатка это значит что у него мизерная матрица и ему тяжело снимать объекты с низкой световой активности световой господи более некористой это высказать нельзя было конечно световой активности низкой освещенности которая является слабыми источниками света вот луна если его какая-то звезда чудесно господи такой классная погода я давно не помню но совершенно никаких облаков не дуновение ветерка затишье перед бурей сейчас так луна от луна существенно могла изменить свою дистанцию если вчера это было 394 тысячи километров луна сейчас движется к наибольшему удалению от земли так все я отошел это максимальное увеличение 125 крат плюс 4 цифровая а значит а значит раз удалению то это расстояние где-то ближе к 400 тысячам километров от матушки земли чудненько не буду много времени забирать огромное количество видео где снимается отдельно луна в полнолунии сейчас хочу снять комплект последнюю нашу вальсирующую пару танго исполняющий вальс это это когда ноги отоптаны на три четверти начнем с сатума наверное вот так вот подновил себя на мысли о том что разговаривал сам сам с собой был это канал личного видео архивного постепенно превратился обзавелся огромным каким-то количеством зрителей и теперь разговоры с самим собой превратились в разговоры с фотоаппаратом вот вот вам сатурн один миллиард триста пятьдесят миллионов километров до нашего замечательного красивейшего сатурна сейчас когда посветлее этой кометы уже перестанет быть видно сниму его отдельно на других разрешениях на других вернее настройках освещенности он будет гораздо более четко очерчен хотя и значительно более тусклый так ну и до Юпитера было шестьсот двадцать миллионов километров но этот товарищ к нам как раз приближается четырнадцатого числа то бишь через три дня будет оппозиция Юпитер в оппозиции на ближайшем расстоянии к земле за год лучшим образом освещенный солнцем на одной линии будет земля Юпитер и посмотрите ребята девчата на эту красоту четыре галилеевых спутника расположены с одной стороны что очень редко я лично наблюдал извиняюсь сейчас будем наводиться значит крайний правый спутник сейчас 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 крайний правый нижний получается спутник это Калиста наш как-то чипенец не то слово но он всегда практически где вы ребятки потерялись вот он там сейчас рядом скалиста ниже скалист скалистая местность ниже Калиста я в окуляр вижу звезду не знаю на экране будет видно все ничего не трогаю ничего не дергаю по экрану движется сами ребята Юпитер стреляет в трассе Рада ну похоже дальше идет после Калиста который сейчас скроется в нижнем правом углу спутник Юпитера Европа следом за ним за этим спутником идет спутник Ганимед Ганимед и последний спутник ближайший к Юпитеру это Ио исполнитель базы Юпитера я так понимаю кто-то не заморачивался с длинными названиями ну разве не прелесть да в комментариях мне пишут взрослый человек ерундой какой-то занимается по поводу чего я вспомнил интересную историю в Древней Греции зачем заниматься астрономией в возрасте далеким от подросткового история такая в Древней Греции 70-летний дедушка приходит заниматься астрономией его спрашивают вполне логично ожидаемо дедушка а зачем он в 70 лет заниматься он геометрией пришел дедушка а зачем им 70 лет заниматься геометрией что дедушка вполне резонно отвечает вопросом на вопрос а когда ну вот у меня ровно та же ситуация конечна поздновато заниматься наблюдением звездами возрасте далеком от клуба юных астрономов свое оправдание могу сказать что такой техникой в моей юности молодости и не пахло и не пахло и поверить в то что я смогу приобретенным на свои деньги аппаратом не арендованным каким-нибудь рабочим а собственным снимать кольца Сатурна который в миллиарды с лишним километров полутора полутора меня прозвучало бы для меня как издевательство так наша кометка исчезает в утреннем рассветном мария сейчас наведусь на нее и пофотографирую очень неплохие фотографии вышли вчера очень плохая видеосъемка а фотографии в полной мере давали представляю о том насколько это красиво выглядит что где это дышит так отошел ну не видно хвоста он вверх торчит очень на длинное расстояние может быть какие-то усы только видно которые как рога торчат вверх на экранчике в общем что я рассказываю то что вы видите то вы и видите в окуляр видно все гораздо лучше но другой оптики для вас нет елки-палки а ведь есть я взял самый старенький добренький sony dhc 300 hx там 50 крат но там все это чувствительность совсем другая может может сейчас прямо и сниму хорошая идея ладушки 11-е июль 2020 год Харьков сняли кометы мэл вайс сняли сближение венера с альдебараном Сняли сближение Марса с Луной Сняли Юпитер с замечательными Очереди из четырех галилеевых спутников в сторону Земли И Сатурн с кольцами 3.16 по Киеву, Харькове